Сегодня мы с вами рассмотрим решение целых рациональных уравнений, сводящихся к квадратным. В формулировке темы встретилось известное вам понятие – уравнение. Вы помните, что называется уравнением? Уравнение – это равенство с переменной. Значение переменной, при котором уравнение обращается в верное числовое равенство, называется корнем уравнения. А решить уравнение – это значит найти все его корни или доказать, что их нет. Вы уже знаете и умеете решать линейные и квадратные уравнения. А как быть с таким уравнением? Или вот с таким? Можем ли мы их отнести к линейным? А к квадратным? Можем ли мы использовать для решения этих уравнений известные нам алгоритмы? Конечно, третье и четвертое уравнения ни к линейным, ни к квадратным мы отнести не можем. А следовательно, для их решения не подходят известные нам алгоритмы. Если вы внимательно будете слушать и хорошо усвоите данную тему, то будете знать определение целого рационального уравнения – биквадратного уравнения. Уметь отличать целые рациональные уравнения и биквадратные от других видов уравнений. Решать некоторые виды целых рациональных уравнений методом замены переменной. К тому же уравнения 3 и 4 включены в сборник заданий для выпускного экзамена по математике, который в следующем учебном году вы будете сдавать. Поэтому при успешном усвоении темы вы легко справитесь с данными заданиями. Среди методов решения уравнений одним из основных является метод сведения одного уравнения к другому, способ решения которого уже известен. Таким методом является метод замены переменной. Он используется при решении многих видов уравнений. Рассмотрим уравнение 4х в четвертой степени плюс 11х во второй степени минус 45 равно нулю. Уравнение этого вида называется биквадратным или дважды квадратным. Из названия вытекает способ решения. Представим х в четвертой степени в виде квадрата выражения х в квадрате. Получим следующее уравнение, в котором введем новую переменную, обозначив х в квадрате через т, то есть х в квадрате равен т. Тогда исходное уравнение примет вид 4т в квадрате плюс 11т минус 45 равно нулю. Решим полученное квадратное уравнение. Для этого найдем его дискриминант. Он будет равен 841. Так как дискриминант больше нуля, значит уравнение имеет два корня. Найдем их по формуле корней квадратного уравнения. Получим, что первый корень равен минус 5, а второй 9 четвертым. Теперь подставим полученные значения t в равенство х в квадрате равен т и найдем значение первоначальной переменной. Получим совокупность х в квадрате равен минус 5 или х в квадрате равен 9 четвертым. Первое уравнение совокупности корней не имеет, так как минус 5 меньше нуля, а любое число в квадрате не отрицательно. Решим второе уравнение совокупности, откуда найдем, что первый корень равен минус 3 вторым, а второй 3 вторым. Выделим целую часть и запишем ответ. Минус 1 целая 1 вторая, 1 целая 1 вторая. Решенное нами уравнение и уравнение 3, предложенное ранее, называются биквадратными. Какие же уравнения называются биквадратными? Это уравнение вида. Придумайте и запишите свои примеры биквадратных уравнений и самостоятельно решите номер 2218 из учебника. Видео поставьте на паузу. Итак, вы уже знаете определение биквадратного уравнения и познакомились с методом его решения, методом замены переменной. Все биквадратные уравнения относятся к целым рациональным уравнениям. Чтобы узнать, какие уравнения называются целыми рациональными, обратимся к определению. Целыми рациональными уравнениями называются уравнения, у которых в левой и правой частях только многочлены. Примеры выражений, которые являются многочленами, вы сейчас видите на экране. Тогда все данные уравнения относятся к целым рациональным, так как выражения, стоящие в их левой и правой частях, это многочлены. А пятое и шестое уравнения не являются целыми рациональными, так как выражения, которые стоят в их левой части, не многочлены. Теперь вам известно, какие уравнения называются целыми рациональными и как по записи уравнения определить, является ли оно целым рациональным. Рассмотрим применение метода замены переменной при решении целых рациональных уравнений, которые сводятся к решению квадратных. Решим уравнения, которые вы сейчас видите на экране. Чтобы воспользоваться методом замены переменной, сгруппируем слагаемые 7х в квадрате и минус 42х и вынесем общий множитель 7 за скобки. Получим следующий вид уравнения. Обозначим выражение х в квадрате минус 6х через t. Тогда квадрат этого выражения равен t в квадрате. Получим квадратное уравнение t в квадрате плюс 7t минус 18 равно 0, решение которого вы видите на экране. Подставим полученные значения t в равенство х в квадрате минус 6х равно t и найдем значение первоначальной переменной. После подстановки мы имеем совокупность х в квадрате минус 6х равно минус 9 или х в квадрате минус 6х равно 2. Решим первое уравнение совокупности. Дискриминант данного уравнения будет равен 0, значит оно имеет один корень. Найдем его по формуле х равен минус b деленное на 2а. Корень первого уравнения будет равен 3. Решим второе уравнение совокупности. Найдем его дискриминант. он будет равен 44. 44 больше нуля. Уравнение имеет два корня. Обратите внимание на то, что хоть в данном уравнении дискриминант больше нуля и а равно единице, но мы не сможем воспользоваться теоремой Виета, так как нет такого целого числа, квадрат которого будет равен 44, а значит целых корней уравнения не имеет. Поэтому воспользуемся формулами корней квадратного уравнения. Откуда выполнив необходимые преобразования, получим, что первый корень уравнения равен полуразности трех и квадратного корня из 11, а второй их полусумме. Запишем ответ. Получилось, что уравнение имеет три корня. Сейчас самостоятельно решите номер 2, 222 из учебника. Видео поставьте на паузу. Теперь решите уравнение, которое вы видите на экране самостоятельно, обозначив х в квадрате плюс х через t. Тогда уравнение примет вид. Далее раскройте скобки и продолжите решение по аналогичной схеме разобранных уравнений, поставив видео на паузу. А сейчас проверьте ваше решение. Теперь самостоятельно решите номер 2, 223 из учебника. Видео поставьте на паузу. Рассмотрим решение еще одного интересного уравнения. Чтобы ввести новую переменную, необходимо провести преобразование. Для этого попарно перемножим первую и третью скобки, а также вторую и четвертую, так как сумма минус 3 и 2 равна сумме минус 5 и 4. Получим следующее уравнение. Теперь приведите подобные слагаемые в каждой скобке и подумайте, какое выражение надо обозначить через t, чтобы свести его к квадратному. После продолжите решение уравнения по схеме. Проверьте ваше решение. Теперь вы самостоятельно можете выполнить номер 2, 224 из учебника. Итак, сегодня вы узнали определение целого рационального уравнения, биквадратного уравнения. Учились отличать целые рациональные уравнения и биквадратные от других видов уравнений. Решать некоторые виды целых рациональных уравнений методом замены переменной. Для того, чтобы лучше усвоить данную тему, вы можете продолжить решать номера из учебника. Если у вас возникнут вопросы с решением номера 2, 219, 2, 221 или 2, 226, то вы можете обратиться к таблице на странице 130, где рассматриваются основные примеры с решениями и подробным описанием последовательных действий. После вы можете проверить свои знания, выполнив тест.